Здравствуйте! Сегодня мы разбираем третий раздел учебника английской в медицине. И учимся читать, просматривать быстро историю болезни и находить нам нужную информацию. Сначала мы прочитаем саму историю болезни. Я сделала ее в виде таблички с параллельным переводом. Вы можете просмотреть перевод в отдельном файле, который есть на сайте под видео. Поэтому перевод мы не разбираем. Я просто читаю историю болезни на английском для тех, кто пока не знает произношение всех слов. И чтобы сэкономить ваше время, вы могли бы не заглядывать для каждого слова в словарик, смотреть произношение. Но произношение слов важно с самого начала запоминать правило. Если вы хотите знать, как произносится слово, то есть понимать его на слух и уметь говорить самому, а не просто читать литературу. Итак, case history. Ориенцы болезни и убираем, что он совсем неarnен. В последние разговаривали не по-༱л It was found to be a little restless and complaining that he felt worse. He was advised to drink plenty and to continue with his antibody. Еще 2 days passed, and the general practitioner returned to find the patient barely arousable and breathless at rest. An emergency admission to hospital was arranged on the grounds of severe chest infection. On arrival in the ward, he was unable to give any history, but it was ascertained from his wife that he had been confused and unable to get up for the previous 24 hours. He had been incontinent of urine on a few occasions during this time. He had been noted to have increased first and nocturia for the previous two weeks. His past history included abendisectomy at age 11 years, cervical spondylosis 10 years ago, and heart pretension for which he had been taking a thiazide diuretic for 3 years. His father had died at 62 years of myocardial infarction, and his mother had had rheumatoid arthritis. His wife kept generally well, but he has also had a throat infection the previous week. Mr. Wild Goods drank little alcohol and had stopped smoking two years previous. His mother was his mother's death. Here we read the story of a lot. We read the story of a sudden, the one is removed. It is investigación a few times. It is very useful. It is very important to read it. First, so you can study the politeness of the body. Your mother, who are involved in learning the voice. So, we read the word. We read it, and see the word. And let's look at the words. И в прочитанной истории болезни нам нужно найти ответы на 8 вопросов. Состояние непосредственно перед госпитализацией. Причина для срочной госпитализации. Продолжительность у нарастающей, увеличивающейся жажды и мектурии. Причина смерти отца. И здесь у нас есть ответы. То есть первая, предыдущая работа у него была Bus Driver, водитель автобуса. Первоначальные симптомы это cough, passion и general malaise, то есть общее недомогание. Первоначальный диагноз lower respiratory tract infection, то есть инфекция нижних дыхательных путей. Состояние непосредственно перед госпитализацией. Very arousable and breathless and restless. То есть его было трудно пробудить, разбудить и он задыхался, то есть была дышка в покое. CV chest infection, это причина госпитализации. Тяжелая инфекция, легочная инфекция, то есть грудной полость. Продолжительность 2 weeks, 2 недели. Причина смерти отца инфаркт миогарда и потребление алкоголя в малых количествах. Итак, просмотрите еще раз этот урок и продолжение следующих видео. Продолжение следует... Продолжение следует...